2018 год обещают быть очень насыщенным для представителей зимних видов спорта. С 9 по 25 февраля в Южной Корее пройдут 23 зимние Олимпийские игры. На них разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спортивной программы. Казахстан будет представлен в 9 из них. Наша делегация отправится на главный старт в составе более 50 спортсменов. На данный момент завоевано 33 лицензии, так что борьба за путевки еще не закончена. В новом году спортсмены верят в удачу и яркое выступление на Олимпиаде. Они поздравляют казахстанцев с Новым годом и надеются на поддержку всей страны. В Новый год с новыми силами, с новыми гонками. Ни капли усталости на лице у Анны Шевченко. Лыжница провела больше 16 стартов и с оптимизмом смотрит в новый Олимпийский год. Сейчас она вдали от дома. Анна и Алексей Полторанин – единственные члены команды, кто принимает участие в лыжной многодневке Турдоски. Всем спортсменам и болельщикам, которые будут смотреть эту Олимпиаду и поедут туда, не разочаровываться в наших спортсменах и болеть за наших. Многие спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх, готовятся к самому главному старту за рубежом. Яркая представительница казахстанского фристайла Юля Галышева находится в Канаде, где ей предстоит выступить на этапе Кубка мира. Именно там она, Павел Калмаков и их тренер Елена Круглыхина встретят Новый год. Поздравляю всех с Новым годом. Самое главное – счастье. Самое главное – благополучие вам и вашим близким. Представители одного из самых грациозных видов спорта – фигурного катания – Денис Тен и Элизабет Турсенбаева уже долгое время тренируются и живут за границей. Для Дениса Олимпийские игры в Пхенчхане станут третьими, а вот для Элизабет это будет дебют. Перед Олимпиадой фигуристов ждет еще один крупный старт – чемпионат четырех континентов, который пройдет в китайском Тайбэе. Я хочу пожелать всем в этом Новом году счастья, здоровья, удачи, любви, чтобы любящие люди всегда помогали, были рядом. Пожелать всем спортсменам удачи на трассе, чтобы их успехи были еще больше, и они старались, и чтобы тренера их очень сильно любили. В Новый год с новыми достижениями – такой девиз у биатлонистов. В начале января они выступят на двух этапах Кубка мира, которые пройдут в Германии, затем стартуют на итальянских трассах и уже на домашней арене продолжат подготовку к Олимпиаде. Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар-24. Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар-24. Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар-24. Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Алматы, Хабар-24.